Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы порисуем с вами в акварельной технике, но немножечко в другом техническом аспекте. Очень интересно довольно-таки получилось, поэтому, внимание, все очень быстро, очень легко и очень просто. Поехали! Итак, как обычно, под акварель нам необходим белый фон, потому что акварельная роспись всегда лучше всего смотрится на белом. Мы перекрываем белый тоненьким слоем топа и в мокрый топ расставляем капли. Мы не просушиваем слой с финишем, мы расставляем капли и в капли ставим еще капли топа. Вот именно вот эти капельки топа расталкивают нам наш цвет и получаются вот такие вот разводы. Продолжение следует... И потом, после того, как мы накидали разводы на этом слое, мы его подсушиваем, перекрываем еще тоненько слоем топа. И повторяем момент с каплями. То есть у нас получается очень много слоев. В каждом слое у нас вот такие вот растекшиеся капельки совершенно разных цветов. Цвета здесь можно брать совершенно любые, какие вам под руку попадутся. И вот именно вот это вот многообразие оттенков, какие-то вот эти вот растекшиеся сами по себе капельки. И дают нам вот этот потрясающий эффект. В итоге у нас получается очень глубокий и очень многоуровневый дизайн. Потому что вот это вот переслоение финишем добавляет нашему дизайну глубины и объемности. У нас нижние слои уходят вниз, перечеркиваются верхними. Потом мы их перечеркнем еще прорисовочкой. В общем, девчонки, пользуйтесь. Попробуйте, поиграйтесь с вот этим вот моментом. Получается очень интересно, совершенно не сложно. С этим справится даже самый начинающий мастер. Это очень быстро, очень просто и легко. Особенно если работать на двух руках клиента одновременно. То есть пока у вас одна ручка сушится, вы работаете на второй. Единственный нюанс, который нужно здесь запомнить, это если мы рисуем цветочек, значит все хвостики, всех капелек у нас сходятся в одну точечку на нашем кипсе. Именно тогда у нас получится цветок. Эту точечку мы потом украсим точками сверху. Сымитируем серединку цветочка и именно вот этим вот соберем наш цветочек в кучку. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...